Вот скажи мне, исходя просто как тихий, интеллигентный, маленький филёвский мальчик, я, с интересом, смотрящий на мир глазами талантливых гостей, что тебя за последние дни огорчило, порадовало, вызвало эмоциональный какой-то ответ? Ну, ты знаешь, я тебе отвечу как не тихий, не филёвский, не московский в этом смысле, а что не на есть донбасский мальчик, да, потому что я вырос в городе Шахтёрский Донецкой области, там, конечно, так, ну и жизнь, несмотря на советское время, и жизнь отличалась, конечно, и люди отличаются, да, ну там всё другое, вот. И, кстати, вот там любят говорить, там, вот Янукович там в тюрьму попал, и первый или один из разов за то, что шапки сбивал. Ну, вот я честно тебе скажу, что, в принципе, это был такой национальный спорт, да, в Донбассе. В принципе, я сам не сбивал, честно говорю, не сбивал, потому что я был всё-таки достаточно интеллигентен и много книжек читал, ну, спасибо родителям моим. Ну, ты видишь, вот так ты и не стал президентом Украины. Да, но, в принципе, за такой вид спорта, в кавычках, ну, 90% моих друзей детства и юности могли отправиться, так сказать, в такую же историю. Это сто пудов. Вот, поэтому я, на самом деле, человек же никогда не может отказаться от своей истории, от своего воспитания. Вообще-то, ну, люди ведь там физические, ну, история Маугли, да, то есть, если он попадает к волкам, он вырастает волком, вообще-то. Ну, и человек, это и есть его культура, его воспитание всегда, и люди имеют очень узкий зазор, чтобы меняться. Это без иллюзий давайте здесь. И поэтому я вот, когда, ну, на эфирах мы с тобой вот обсуждали это в телевизоре, и я последнюю неделю об этом всё время думаю, мне очень не нравится возникшее у нас, особенно вот в кругах политолога, у людей, которые про это рассуждают, публицистов, некоторая такая эйфория по поводу вот этих последних всех минских договорённостей. Вот, потому что у меня складывается впечатление, что люди как-то сильно обрадовались, что вот всё типа закончится, да, что не было у нас ни переворота в Киеве, ни героической обороны Донбасса, ни санкций. Как будто бы историю можно провернуть назад, куда-то от неё можно убежать, скрыться, да. Вот сейчас всё кончится, и восстановится та жизнь, которая была до февраля 2014 года, грубо говоря, год назад. Не будет, ну, не восстановится. Историю, как фарш, нельзя провернуть назад. Да и фарш, что ты. И мясо из него не восстановишь. И мясо из него не восстановишь, да. Это известная песня. Ты знаешь, что песня? Да, конечно. Вот, поэтому не будет. И второе, что я понимаю, опять же, так сказать, вот, всегда сложные политические и даже философские вещи можно попытаться обсудить простым языком. Я понимаю, что для Соединённых Штатов в связи с Украиной, а это их проект полностью, от начала и до конца их проекта, наступил такой своеобразный момент истины. Очень, мне кажется, такой важный и принципиальный. Ведь, понимаешь, ну, представь себе, что американцы дадут победить Путину и России. Кстати, а что значит победить? Что значит победить? Потому что весь минский формат – это наш формат. Это наш проект. Но Путин объявил с самого начала, год назад, как только началась заваруха, у нас есть две цели по отношению к Украине. Первая цель – мы не дадим их победить силой и уничтожить их не дадим. Вот чего бы нам не стоило, мы этого не допустим. И второе – мы настаиваем на том, чтобы у этих людей в Украине, на Украине, были все права, которые предусмотрены 21 веком. И за это мы будем бороться. И других целей у России по отношению к этому нет. И когда он это объявил год назад, он последовательно это реализовывал в «Минске-1», а потом в «Минске-2». И если «Минск-1» и «Минск-2» реализуются, это будет политическая победа России. Вот я убежден, что, товарищи американцы… Но это не пойдут. Никогда этого не допустят. Не то, что не пойдут. Сегодняшнее ночное заявление Госдепа, где вообще нет Украины, что Россия и российские сепаратисты нарушают условия перемирия. Украина вообще не присутствует. Да, потому что, ну, заезженный термин, но это всего лишь средство, инструмент. Ведь заметьте, это же разрыв, на который наши никогда не обращают внимания. Базовый разрыв документальных представлений о происходящем в Украине, на Донбассе. Американцы не видят никакого народного движения Донбасса. Американцы не видят никакой гражданской войны. Американцы говорят, это агрессия со стороны России. Украина защищает свою государственность от российской агрессии. Европа уже видит ДНР, ЛНР. Иначе бы не было представителей ОБСЕ в контактной группе, которая говорила, ходила, и которая там отличное отношение со всеми участниками, то есть ее уважает. А Америка этого не признает. Поэтому пока Америка не увидит, Америка ни за что этого не увидит. Не увидит, Володя. Не увидит. Поэтому мир, исходя из этого, просто не может быть по определению. Вот что значит увидеть? Увидеть – это значит принять какие-то адекватные решения. А у американцев нет выхода. Кстати, гораздо больше, чем у нас у них нет этого выхода. Потому что продемонстрировать всему миру, что кто-то может ослушаться, и еще в этой позиции, так сказать, не пострадать, а еще оставить трактовку, что кто-то выиграл. Цель-то в другом. Показать, что Россия и Путин проиграли, что у них поражение. И показать всему миру, что даже такая большая страна, как Россия, хуже того, страна, которая имеет сопоставимый ядерный потенциал, не может противостоять Америке. В этом действительная цель – показать это и доказать, обосновать. Это должно стать для всех совершенно очевидным. И американцы не могут отказаться от этой цели. Если им это не удастся, опять, немножко преувеличу, небольшая метафора, но если им это не удастся сделать, то у них будет большой идеологический кризис. Кстати, сопоставимый с тем кризисом идеологии, который был у нас, и который мы называем проигрышем в холодной войне. Потому что мы в войне это не проиграли. Мы отказались от определенной идеологии всего лишь. Но для этого немножко далеко, потому что все-таки для них Украина слишком маленький фрагмент. Но мы часто забываем, что Украина является, тем не менее, существенным фактором внутри американской политики из-за большого количества украинцев, проживающих на территории США и отдельных Канад. И это поэтому факторы канадской политики. Притом мы не задаем же себе вопрос, мы никогда не говорим, а когда и откуда они появились? Почему такая позиция? Почему такая позиция у конгрессменов и сенаторов? А если посмотреть волны эмиграции, то станет ясно, что мы же имеем отношение с поколениями бандеровцев. Безусловно, это самая большая украинская эмиграция на американский континент. Это люди, которые сражались на стороне фашистов. И в тот момент, когда мы очистили эти территории, они бежали. Они раньше бежали и там устроились. Кстати, вот долгая история поиска нацистских преступников. Ну, не знаю, где больше их находят. В Латинской Южной Америке или в Соединенных Штатах? Потому что два последних шумных дела, это нашли этих стариков, по отношению к которым не действует срок давности преступления, именно в Соединенных Штатах. Они прекрасно там жили себе, нет у них никаких проблем. Да, абсолютно. Вот. Мы вообще, я считаю, мы недорабатываем, конечно же, ну, с точки зрения формирования смыслов. Согласен на 100%. Понимаешь, вот мы, конечно, сейчас в эфире радио находимся, но я при этом точно понимаю, что где-то нам удается сделать это, сформировать смысл и сформировать позицию наших слушателей. А в большинстве вот наших вещательных программ и передач, к сожалению, ну да, мы получаем рейтинг. Ну, то есть люди включили ящик в этот момент на этом канале. Ну, так это разорвь не в этом. А что они получили? Слушай, вот ты затронул тему, которая фантастически важная. В Советском Союзе были так называемые научные институты, да, такие think tank, где реально работали центры. Сейчас у нас столько же центров, сколько политологов. Каждый может быть директором любого центра, если захочет. Но тогда это были структуры, имеющие отношение к государству, влияющие на политику государства. Сейчас возникла удивительная ситуация. Смыслы формируются, и зачастую на программах высказываются очень глубокие, продуманные, подтверждаемые отчёты, и они не идут никуда. Власть оказывается в полном отрыве от профессионального сообщества. Власть не обращает ни малейшего внимания и структуры, принимающие решения, на те смыслы, которые формируются в обществе, которые во многом влияют на общество. Поэтому разрыв ожиданий. Потому что общество смотрит телевизор, слышит многие разумные вещи, говорит, а почему мы их не воплощаем? Власть интересует, а что там есть? А с кем говорить? Потому что зачастую уровень экспертов на порядок выше, чем уровень людей в государстве, которые делают вид, что занимаются экспертизой и подготовкой этих решений. Согласен на все сто процентов. И я, кстати, вот мы любим тоже заводить рак за камень, обсуждать вот коррупция, коррупция. Я думаю, что коррупция, конечно, это большая проблема, но в этой части не самое главное. Мне кажется, что у нас гораздо более серьёзная проблема с точки зрения нашего общественного, государственного развития. Связано с тем, что у нас принципиально клановая структура вот этой вот верхней части нашего общества. Если ты не принадлежишь какому-то клану в какой-либо сфере, да, то тебя никогда не услышат, и ты вряд ли что сможешь сделать. Вот, поэтому нам вот это надо преодолевать. Мы уже как-то говорили с тобой здесь на эфире, что, конечно, всё будет зависеть от того, насколько мы сможем обновиться, там, в перспективе 15-го, 16-го, тире 18-го года. Это самое важное. От этого зависит, в принципе, ну, всё на самом деле. Конечно. Потому что если 10-15 лет не меняются люди, и ничего в этом смысле не происходит, то ничего хорошего нас не ждёт. Знаешь, я почему-то смотрю сейчас на прошедший период, как раз в этом 15 лет инаугурации Путина, и у меня такие странные мысли возникают в голове. Вот Путин, когда пришёл к классе, был самый большой вызов в Чечне. Вроде только разобрался с Чеченской войной, хотя оказалось вообще невозможно. Бах, проблемы с олигархами. Только разобрался с олигархами, начался там бешеная проблема с терроризмом. Разобрался с терроризмом. И вот смотришь, да, каждый раз какие-то вызовы. Грузинская, ну, там, осетинская компания. Сейчас вдруг Украина. И каждый раз надо идти вперёд. Вот сейчас, на самом деле, перед Путиным самый тяжёлый вызов из всех, который был. Потому что он очень сильно поднял планку ожиданий у всех. И не только из-за Крыма, а из-за относительно благополучных 15 лет в плане экономики. И сейчас, когда вот пойдёт, когда на очень высоком уровне поддержка Путина сейчас из-за внешнеполитического курса, но зреют внутри экономические проблемы, вот этот разрыв может быть очень и очень взрывоопасным. А это обозначает, что от Путина требуется принять совершенно новые решения. И от его команды тоже. Вот старые рецепты не сработают. Это вызов тяжелейший. То есть, это надо реформировать всю страну. Нужна команда, нужны идеи, нужны мысли. Ведь команда обслуживает идеи. Вот если нет новых идей, то ты не можешь никогда подбирать. Знаешь, как у тренера. Должна быть тренерская задумка, начать что покупать игроков. Поэтому я считаю, что ты абсолютно прав. Эти три года сейчас будут определяющими. Ну и про идеи, да. То есть, я считаю, что мы, конечно, в этом смысле сильно нерефлексивны. По-русски скажу, сильно не задумываясь над тем, а что мы как бы тащим и что мы реализуем. Мы не затрагивали с тобой тему демократии. Хотелось бы вот так, чтобы мы разобрались, а с чем мы, собственно, имеем дело. Когда мы говорим демократия, демократия. Культурно-исторически, по генезису своему, демократия это всего лишь форма организации власти, меньшинства над большинством. И вот этот смысл надо понимать, что именно меньшинства над большинством. Потому что древнегреческий полис, вот, собственно, народ, который властвовал демократически, составлял 10% от всех, кто там жил, работал, существовал и так далее. Это вот этот маленький народ мог собраться на агоре, на площади, и там демократически между собой решать, как они будут править всеми остальными рабами, женщинами, теми, кто не имеет гражданства и так далее, и так далее. И в этом был смысл демократии. Мало этого, я объясняю людям, чего вы так тащитесь от Сократа? Вы поймите, что Сократ – великий философ уровня мытищ. Все население, которое тогда было, это современные мытищи. Это хорошо понимали римляне, которые потом воспроизвели. У них было то же самое. Более того, это хорошо понимали американцы, учреждая американскую демократию. Когда вот мы радуемся, в этой Конституции записано «we are the people», мы переводим почему-то «мы народ». Хотя эти американцы очень хорошо понимали, что они употребляют это не в смысле народ, а в смысле people, конкретные люди. Потому что людей, которые были допущены к демократии, было несколько тысяч. 18-20 тысяч. Да, и напомню, что города, завившие «we are the people», ряд из них были замечательными рабовладельцами, и никакой мере на тему не напрягались. И вся американская демократия существовала как форма властвования вот этого меньшинства. Это же колоссально. Вот я сто раз говорил, что у нас в общественном сознании так не закрепилось. Война между Севером и Югом не были войной против рабства. Нет, не были, конечно. Вот это вранье, которое пытаются навязать разнообразные СМИ, что это была война против рабства, не имеет ничего общего в исторической действительности. И там, и там воевали в том числе и рабы. Рабы были и на Севере, и на Юге. Это была война, потому что Южные Штаты сказали, «Мы не хотим жить в едином государстве и попробовали отсоединиться». Рабства вообще не было темы. Ну, нельзя же сказать, что это просто была попытка людей жить свободно. Надо сказать, что это были рабовладельцы злые, что не имеет никакого отношения к исторической действительности. Да, и особенно это в советской, так сказать, историографии, идеологии была популярна такая точка зрения. Хотя, конечно, это всё совсем не так. И вот, кстати, Советский Союз вынудил западный мир перейти от естественной формы демократии, когда меньшинство правит большинством через демократический способ самоорганизации, к так называемой всеобщей демократии. Вот, потому что, конечно, пришлось западному миру, кстати, американцы там отменили последние законы, ограничивающие политические права негров только в 66-м году, на секундочку, да, мы уже родились в это время. Конечно. Они только, ну, они только это отменили. Вот. И мы должны очень хорошо понимать, что когда истинная суть демократии, от неё отказались, возникла целая система институтов и управления обществом совершенно непрозрачных, непонятных и никак не фиксируемых, да. И нужно точно понимать, что демократия, так называемая, это всего лишь в первую очередь идеология сегодня, во вторую очередь это ширма, за которой происходит вся настоящая политика. Вот мой товарищ, общаясь с серьёзными людьми в Лондоне, у которых очень серьёзный клуб, вот, его туда не пустили, но перед, так сказать, перед клубом ему сказали, понимаешь, дружище, вот у нас есть три принципа в клубе, и я не думаю, что кто-то сможет им соответствовать, сказал серьёзный английский человек. Первый принцип – мы исходим из того, что мир управляется малой группой людей. Второй принцип – мы за демократию. Третий принцип – каждый за себя платит сам. Вот. Это не анекдот. А в этом и нет ничего анекдотичного, это просто чёткое понимание истинных смыслов слов, которые люди произносят. Да, да, да. Вот. И это вот только один пример с демократией, да, потому что все остальные институты, организации человеческой социальности сегодня – это далеко не то, что вот так стереотипно мы воспроизводим всё время в разговоре. Ну, там, про экономику, про политику, про демократию, про права человека. Я вот себе задаю вопрос. Володя, вот скажи мне, вот есть права человека и естественные. Ну, вот есть ли право, да, ты же в учении грамотный человек, право фиксирует, что в любом праве, в любой юрисдикции правам всегда должны соответствовать обязанности. Ну, конечно. Есть обязанности естественные человека? Великолепный вопрос, потому что они нигде не зафиксированы в таком виде. Мало того, даже если мы будем говорить о естественных правах, то здесь выясняется, что эти категории очень сильно изменились. Это очень глубокий вопрос. Вообще. Потому что если мы посмотрим о естественных правах и обязанностях, они всё равно восходили к религиозному фундаменту. Сейчас, когда рушится религиозный фундамент, соответственно, рушится и представление, что такое то естественные права. Потому что теперь ведь естественным правом стало всё, включая выбор сексуальной ориентации, пола и дальше без остановки. Что, скажем, людям, которые размышляли об этих категориях в XVIII веке, и в голову не приходило. Для них естественным правом было совсем другое. Ну точно, ты уже о трансформациях, а я хочу, чтобы мы ещё чуть-чуть шажок назад сделали и зафиксировали, что нас надувают на уровне понятий. И надувают сразу на уровне понятий, потому что понятие права всегда подразумевает понятие обязанностей. Обязанностей, да. И тут же появляется понятие ответственности. Точно. А если нет встречных обязанностей и ответственностей, тогда это не права. Конечно. Тогда это что-то другое. Это декларация намеренных. А для чего? Такое сотрясение воздуха. Ну, а я скажу жёстче. Это средство управления людьми через это, потому что тебе подсовывают фиктивную сущность. Такая морковка. Которую ты не понимаешь, да, и которая ничему не соответствует. Но она прекрасно позволяет дёргать тебя за эту верёвочку и манипулировать. Вот. И такого полно в нашем обществе. Поэтому я вот считаю, что в этом смысле у нас есть большой ресурс, который мы не до конца используем. У нас есть в нашей истории наша философская постмарсистская школа. И я считаю, что то, что сделал, например, Сан Саныч Зиновьев в этом направлении, в направлении расчищения понятий и формирования понимания действительного. Мало кто сделал вообще. Я такой вопрос задам. А кто вообще знает Зиновьева? Ну... Правильно, здесь мы должны поставить точку. Проблема стоит в том, что мы потеряли свое культурно-историческое наследие. У нас осталось несколько людей, которые произносят имена философов с придыханием и подавляющая масса народа, которые вообще не понимают, о чём мы говорим. Вообще не понимают, которые воспринимают, о, да, видел передачу, да, был такой человек, о, что-то там про зияющие написано, о, точно, да, его жена приезжала, что-то говорила. Ой, да, кажется, Зюганов помогал их фонду. Его же за границу высылали. Замечательно. А о чём он? И даже в институтах, я не говорю про школы, даже в институтах, посмотри. Да, не преподают. Нормально не преподают. Вот, и когда идёт деградация интеллектуальной народа, чему удивляться, что ростки дают такие всходы? То есть, ну, чудес же нет. Мы потеряли уровень культуры. Поэтому, когда мы говорим, а где же идеи? А идеи не могут возникнуть на пустом месте. Не могут. Это опять проблема образования, это опять проблема государственной политики, это опять проблема востребования, кто работает на государство, для государства и с государством. Государство чётко должно осознавать, нужны не лично преданные, а умные и родину любящие. 5533-200. Отличный приходит вопрос, я даже сказал, замечательный. На основе того, что у человека нет естественных обязанностей, и вы отказываете человеку в естественных правах на жизнь и свободу, вы это где услышали? Во-первых, что значит право на жизнь? Кто ему отказывает? А вот право на свободу – это другой вопрос. А что такое свобода? Ну, это ключевой вопрос. И там первая граница проходит в известном разграничении – свобода от и свобода для. Поэтому это же самое принципиальное, что есть в понятии свободы. Вообще с этим понятием много интересного происходило. Начиная вот от гегелевского известного выражения «свобода» – это осознанная необходимость. Вот. Очень интересно. Это же почти как с Библией, да, когда фраза из Библии может иметь две-три трактовки совершенно противоположных. Вот. Мне ближе понимать это выражение следующим образом. «Свобода» как осознанная необходимость. Ну, по-другому скажи. Тоже опасно. Свобода… По-другому скажи, Володя. Можно и… Я к тому, что здесь же нельзя субъективировать в одном человеке. Жёстче, можно сказать. Свобода – это осознанная необходимость быть свободным. Вот. Ну, смотри, Брэвик, например, считает, что его свобода уничтожение кого-то. Чикатило, что его свобода наступает через убийство. То есть здесь вот понятие свободы не может рассматриваться на уровне только одного человека. Здесь сразу вспоминается дедушка Ленина, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Он был прав. Конечно. Поэтому, когда мы пытаемся одной фразой, как правило, получается, от лукавого. Нет, а я не свожу это. Нет, нет. Я к тому, что здесь всё-таки сложные понятия. А потом мы переходим на простую реальную жизнь. Да, например, мы говорим, вот, там было совещание, и Герман Греф, как… Кстати, это у него не было подтверждено ни одним словом, но Герман Греф сказал, что якобы, что он там предложил какую-то реформу управления. Ну, наверное, здорово. Все понимают, что некая реформа управления тоже нужна. Вот какая? И к чему это приведет? Это уже другой вопрос. Ну, это же наша любимая форма безумия. У нас самая высокая грань осмысленности, и я думаю, что вот Греф или там Кудрин, он бы эту грань осмысленности легко достиг. Но надо провести реформу, чтобы сократить расходы. Кстати, давно было, так сказать, осознанно, что все административные реформы бюрократии, которые ставят своей целью сократить расходы, как правило, приводят к увеличению этих расходов. Вот такая формула Александра Паченко, он говорил, что посчитал каждый раз, когда сокращалось количество чиновников в результате очередной административной реформы, на самом деле их количество возрастало. Поэтому он смотрел, что если будет еще несколько реформ, то к 2020 году в России будут только чиновники. То есть он так шутил на эту тему, просто показывая зависимость между реформой и увеличением количества чиновников. Ну, на самом-то деле не до шуток. Потому что провести реформу, чтобы что? Я вот задаю вопрос. А какие у нас цели стоят перед государством, перед правительством, перед бюрократическим аппаратом? Мы чего хотим достичь? Мы проводим реформу, чтобы что? Провести грандиозный проект освоения Транссиба, увеличить в разы скорость движения грузов, еще что-то такое сделать. Для этого производится? Это тоже все следствие. Я согласен. Это тоже все равно следствие. То есть реформа не для этого. Как побочный эффект реформы должно быть, конечно, повышение и улучшение всего, что возможно. Эффективность, производительность. Но это следствие. Ну, я вот с тобой здесь поспорю. Потому что, понимаешь, повышение повышаемости и понижение понижаемости – это такие красивые цели. Мы их все время произносим. У нас в Госдуме… Конечно, никогда не достигнем. Ну, никогда не достигнем. Правильно, потому что это не цель. Это не цель. Цель – это буквально в то, что можно прицелиться и попасть. Вот. Ну, это цель. А если ты ее даже не видишь, прицелиться в нее не можешь, но называешь нечто существующее… Нажимай крок сколько хочешь. Да. Ты никогда не попадешь. О чем говоришь? Вот. Вот сейчас они говорят, как повысить эффективность. И тут же выходит сообщение, от которого у меня, вежливо говоря, возникает бешенство. Я могу вам его процитировать. Знаешь, вот можно говорить о том, что страна, затяните ремни, потяните то. А тут же у кого-то мечты сбываются. Крупнейшие госкомпании обнародовали доходы членов правления. И тихо-спокойно пишут, сколько сейчас, когда, вежливо говоря, экономика не в лучшем виде, Роснефть, Газпром нефть и Газпром взяли и раскрыли размеры доходов членов правления. Газовая монополия и ее дочка по итогам 2014 года заметно увеличили выплаты топ-менеджерам. Роснефть же, наоборот, снизила. Вот скажите мне, как может вот сейчас Газпром нефть и Газпром увеличивать доходы в 2014 году? Вот просто расскажите, чтобы я понял. Доходы, причем такие, я запомнила эти цифры, 2,8 миллиарда рублей на 13 человек за 2014 год. В Газпром нефти выплаты правлению за прошлый год составили 903 миллиона рублей, что на 15,3% выше показателей 2013 года. В состав правления ГПН входят 10 человек, включая главу компании Александра Дюкова. Основными статьями доходов менеджеров Газпром нефти остались зарплаты 450,1,5 миллионов, 450 миллионов рублей и премии 424 миллиона рублей. В газовой монополии они выросли на 43%, составили 2,5 миллиарда рублей на 17 членов правления, включая Миллера. Однако это доходы от работы в головной компании, в то время как члены правления Газпрома также получают вознаграждение за участие в работе дочерних и зависимых обществ. Извините, детский вопрос. Никто не охренел? А мне очень понравились объяснения. Почему после этого будем объяснять людям, что, слушайте, ребята, знаете, сейчас экономика в стране в таком состоянии, что, ну, знаете, вот как-то вот надо вот поспокойнее. Вот Росзарплат не ожидается. Давайте сократим расходы на бюджетников. А вы комментарии слышали? Нет, ну, какие комментарии? Комментарии из Роснефти, что... Нет, Роснефть как раз сократила, хотя бы формально. Ну, хорошо, но цифры-то всё равно такие. Всё-таки да, но они хотя бы сократили по сравнению с предыдущим годом. У них коридор зарплаты по отрасли средний, и странно было бы полагать, что их топ-менеджеры согласились бы заработать за меньшие деньги. Здесь, на самом деле, не вижу никакой уронии, потому что там есть конкуренция, потому что, действительно, это конкурентный рынок, и чтобы привлечь человека, который, например, работает в независимых компаниях, а не в государственных, ты должен платить рыночную цену. Но «Газпром» с кем конкурирует? В этом же вопрос. Вот здесь же, где скромность. Опять же, да, они и так получают большие деньги, но «Роснефть» сократила выплаты, а «Газпром» нарастил. Хорошо, но у меня вот ещё такой вопрос. Компания, которая работает много лет на рынке, у неё же должна существовать какая-то система подготовки кадров, и в любом случае человек растёт по карьерной лестнице. Вот замы, главы департаментов, они не в состоянии замещать должности высшие руководящие? То есть, получается, что если никого другого нет, а надо привлекать со стороны, то все неквалифицированные, что ли? То есть, те, которые могли бы за меньшие деньги работать изнутри компании? А зачем ему работать за меньшие деньги внутри компании, если он квалифицирован, он уйдёт на рынок в другую компанию работать? Ты о чём? Они же у тебя не рабы. Ну, надо просто, чтобы другая компания для него... Ну, хорошо, ты выросла... Минуточку, минуточку. Ты выросла на радиостанции, которая как называлась там в Твери? На радиостанции, на которой ты работала в Твери, как называлась? Наше радио. Наше радио. Почему же они тебя не дорастили до такого уровня, чтобы ты осталась работать наше радио Тверь? Ну, тут мои личные соображения... Серьёзно? А там, получается, у людей их нет? Нет, просто дело в том, что надо ещё, чтобы для тебя место нашлось, куда ты хочешь. Согласись, так что почему-то, когда место нашлось в Москве за больше денег, то сразу с радостью пошло. Ну, конечно, да. Так а почему считаешь, что нефтяники не такие, как шафран? Нет, конечно, такие они, ни в коем случае. Ну, просто компания большая. И? Думаете, что там не найдётся вообще ни одного человека? А для всех есть места открытые во всех остальных компаниях. Тебе нужны профессионалы, а не абстрактные люди. Ну, хорошо, Лан, пусть получают свои большие деньги. Здесь не об этом. Если у тебя рынок диктует, нет вопросов. Но когда у тебя нет рынка, когда у тебя монополия, и когда даже в условиях монополия ты знаешь, что как раз у остальных сокращаются, а здесь наращивают, вот эта иная динамика вызывает вопросы? Ну, эффект этот на самом деле больше публичный, идеологический. Вот это очень важно. Тут же очень тонкая грань. В принципе, менеджеры таких крупных корпораций должны получать много и в соответствии с рынком. При этом должна быть вторая вещь, чтобы им было нормально получать за такой труд, но должен быть страх воровать. При этом, да, то есть должны быть вещи, кнут и пряник. Всегда. Очень просто. Но несмотря на то, что они должны получать много, ведь возмущение вызывает другое, что, в принципе, всю страну призывают экономить, а «Газпром», который национальное достояние, якобы, наращивает вот эти вот платежи. И подписывает ещё на 2 года контракт с «Халком». Папа-папа-папа, типа, знаете, а вот вам всем. Ну, давайте сохранять разум какой-то, да, и давайте считать хотя бы психологические эффекты, которые мы производим сами. Заметим, да, что тот же самый «Газпром», который радостно является совладельцем эхо Москвы, если я правильно понимаю. Да. И это всё государственное... Эхо Москвы – это тоже достояние. Это всё достояние. У меня вопрос к Миллеру. Наверное, могу даже не формулировать. Миллер, у меня к вам вопрос. Люди вообще чувствуют, наверное, нет. А забоялись Миллеру вопрос задать? Нет, вопрос просто, Миллер, никто не охренел? Вам уже ответили на СМС-портале. Конечно, ничего, это просто очевидно, я его сто раз повторил. Миллер вам ответит – нет, не охренел. Всё нормально, всё нормально. Нам пишут, они в долларах просто хотят не потерять. Да. У моей жены квартальную премию уменьшили наполовину УТБ-24. Её подруге премию вообще отменили налоговую. А здесь можно. Ребята, вы на АвтоВАЗ посмотрите, у них предприятия убыточные вообще, они там такие премии выписали. Это просто жесть. Газпром хоть прибыльной конторой, и то правильно сказал Соловьев. Охренели. Ревизию бы там везде провести народную, да публично осветите. Вот это будет бомба. Да контроль народный за её проведением. Думаю, к стенке поставили бы человек 10 минимум. Ну, если бы ещё вскрыли все схемы воровства, откатов, которым славятся многие корпорации, делающие вид, что они государственные. То мало не покажется. Это точно. Это точно. Но вот воровство же, оно оправдывается всегда обычно разными высшими интересами. Кстати, это не наше открытие. У меня была такая история в моей жизни. Чуть-чуть расскажу её. Я с 98 по 2001 год, там почти 3 года, был председателем правления крупной бизнес-корпорации украинской. Ну, это такой бизнес Виктора Пинчука, взятия Кучмы. Я был там 3 года председателем правления. Поэтому, когда я сегодня говорю про Украину и про этих людей, то я их очень хорошо представляю физически. Я с ними очень много, так сказать, наобщался. Да, я прекрасно представляю многих современных украинских олигархов. Заходишь в московские рестораны, за соседними столиками сидят. И ничего. Ты говорил, по-моему, чуть не подрался. Ну, это с одним, да. А тут вот недавно ещё одного увидел. Ещё одного, ну, как много их в Москве. Вот про схемы воровства и как они оправдываются, очень интересная история была в 2000 году. Как раз тогда Ющенко по обязательству, что он не выдвигается, Кучма назначил премьером. Это всё было, так сказать, там просчитано. А Ющенко, который ничего делать не умеет, его развела Тимошенко, но её вице-премьером назначил, ответственной за энергетику. И все газовые схемы, все нефтяные схемы, значит, Юлия Владимировна прекрасна. Вот. И один товарищ мне говорит, ну, ты же работаешь на этом рынке, ты всё понимаешь. Ну, у тебя уважаемая компания, представитель управления, давай пойдём в американское посольство, и ты им всё расскажешь. Ну, как будет. Вот документы, вот у меня, у тебя есть схему, нарисуешь там всё. Мы пошли. Ну, так вот. Поход наивных чуговских юношей. Ну, я-то, так сказать, может быть, мне наивности простительна тому человеку, так сказать, вот не очень, это очень такой был весомый человек. Вот. Мы пришли, там три таких в костюме секьюрити человека напротив сидят. Ну, я держу речь, всё рассказал, нарисовал, показал документы, говорю, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Так сказать, это всё курируется Юлией Владимировной. А это относится в какой стране? На Украине. На Украине. На Украине, да. Вот. Вот с этого, ну, примерно такие сотни миллионов, так сказать, отстёгиваются. И это очевидно. Ну, эти американские секьюрити меня выслушали внимательно. И этого господина, который со мной был, я не могу назвать его фамилию, выслушали. Посмотрели на нас и сказали. Мы очень рады, что вы хорошо понимаете, что работа Юлии Владимировны в украинском правительстве идёт сильно на пользу украинской демократии. Спасибо. Ни одного слова, Володя. Я вот сейчас, ну, так сказать. А ведь, по-моему, когда-то из территории Соединённых Штатов был экстрадирован, до сих пор стоит некий Лазаренко. Да, но он тоже. Которую же коррупционные схемы, как раз американцы и наказали. Ну, как бы. Не той ориентации был, не вовремя. Ну, как наказали. Им нужно было выкачать из Лазаренко всю информацию. Которую он вводил. Потому что способ давления на украинские власти во многом был сформирован через Лазаренко и в том числе, кстати, и на российский. Когда рассказывают вот эту историю, что Павел Иванович пришёл к Виктору Степановичу в Черномырдене, прямо в кабинет. Ну, это мне прямо Леонид Данилович рассказывал лично. И я думаю, что это правда абсолютно. И сказал Виктору Степановичу, ну, мы же деловые люди, мы договоримся. Ну, там 30% я буду в клювике приносить. Ну, Черномырден приехал к Кучме и сказал, ты мне кого прислал вообще. Ну, они вывезли Лазаренко в лес, и там была целая история, так сказать, между ними тремя. Вот. Это по-настоящему так было. Вот. Поэтому Лазаренко был нужен американцам как канал информации и способ потом через эту информацию давить и на Украину, и на Россию. То есть, отьюзали и выбросили. Конечно. Конечно. То есть, как? Неужели газовые королевы бензоколонки, газовые принцессы не образец демократии и чистоты помыслов, а конченая ворюга пробы ставить негде? Ну, да. И не важно, сколько она ворует. Важно, что она полезна для украинской демократии. А зато теперь сидит судья, как я понимаю, который ее приговорил. Да, сидит судья. Она на почетной политической пенсии. Никому уже не интересно, что скажет Тимошенко. Она тоже, в смысле, отработана абсолютно. Да, она вдруг исчезла. Вот. Но у нее политическая пенсия. Она почти как в Англии, кстати. Только на Украине нет палаты лордов. Не знаю, были же обнаружены ее счета, при том, их количество какое-то казалось сумасшедшее, этих счетов. Там сотни. Да. Информация, кстати, от лондонских же компаний сыскных, о том, что они все нашли, прошла. Но дальше мы не увидели никаких последствий. Ну, госпожа Тимошенко многое делает для победы демократии на Украине. Безусловно. Безусловно. Вклад ее трудно переоценить. А на кой они пошли в посольство США, а не прокуратуру? Спрашивают. На кой они пошли в посольство США, а не в прокуратуру? В прокуратуре все бы и закончилось. Да нет. Мне просто нравится наивность этого вопроса. Немедленно. Потому что человек, который меня попросил с ним вместе пойти, в определенном смысле, наверное, все-таки был идеалистом. Потому что он хотел обратиться к некой высшей справедливости из западного мира, из того мира, где царят права человека, безусловный приоритет закона надо всем. И вот он пришел к приоритету закона. Рассказал все. Получилось. Да, приоритет закона сказал спасибо за информацию. Но учтите, что ее деятельность для демократии очень важна. Поэтому демократия же превыше всего. Она превыше закона. Да, мы начали говорить о России, о схемах. Мне вообще кажется, что не должно быть компанищины в борьбе с казнократством, с коррупцией. Это должна быть спокойная, системная, абсолютно ясная и прозрачная работа. Правила должны быть всем понятны. Но вот мы начали говорить о структурных реформах. Ведь не случайно в обществе вот эта востребованность на реформы, в том числе и реформы управления. Потому что народ устал видеть, когда выступает президент и говорит, да, мы должны понизить налоги, создать условия. После чего выступает правительство и говорит, ну, через год мы, наверное, сможем предложить схему реализации. Но народ говорит, что-то я не понимаю. Хуже. Вот смотри, президент в послании сказал, там сколько, три года или пять лет не будет ничего происходить с налоговой системой. Прошло месяц, вышли с каникул зимних. В Госдуме лежит пяток-десяток проектов об изменении порядка налогобложения. И они собираются это рассматривать. Кто сошел с ума вообще? Наверное, мы, да? Потому что Госдума, наверное, в сознании полном, она не слышала, что с ума происходит. Да, она объясняет. Нет, это не налог. Не налог. Тебе говорят, а что это? Это фигок. Когда-то, я помню, запретили биржу, и появилась там буржа. Ну, это же другое уже, уже можно. Это не налоги, это фигоги. Это не налог, это сбор. Точно. Теперь мы все поняли. А ты понимаешь же, есть действительно важные вещи. Например, та же налоговая амнистия, которая объявила президента. Безумно важная. Это политическое действие. Президент предлагает нашему бизнесу определиться, где вы будете. Возвращайтесь сюда, будьте на стороне России. Ну, тогда нужен сразу механизм. Это значит, надо брать людей из этого бизнеса, общества. Надо с ними смотреть, что их устроить, что нет. А правительство собирается 8 месяцев, только думай, требуй чесать. Совершенно верно. Притом, само собой. Да. Ну, вот сейчас коцнут там на западе этих бизнесменов, заберут у них все, все арестуют. И мы получим, а, мало того, что деньги останутся там и навсегда, но мы получим реально расколотую нашу предоставление элитного жилья студентам. Так страдают, так страдают. Вот все те, которые в 90-е могли сделать из России конфетку, так сейчас страдают со своими миллиардами все за границей. Прям мучаются. Только, по-моему, единственный Прохоров, который все деньги лежат в России, который является крупнейшим частным налогоплательщиком страны. К сожалению, мы вынуждены уже заканчивать, так что приходи к нам почаще. Спасибо большое, обязательно. Спасибо, что он был с нами.